Саммит о Большой Семёрке в затопленный подвал. Премьер-министр Италии Джорджо Мелони посетила север Италии, пострадавший от сильных наводнений. До этого она уехала из Японии на день раньше. Это регион Эмилия-Романия. Здесь жертвами стихии стали не менее 14 человек. Ущерб оценивают в миллиарды евро. Ливни шли несколько дней и прекратились в воскресенье. Пострадало более ста городов. Закрыто более 600 автодорог. Пожарные провели более 4000 спасательных операций, и они до сих пор продолжаются. Некоторые населённые пункты отрезаны от внешнего мира и остались без электричества и мобильной связи. В воскресенье вечером около 10 тысяч эвакуированных смогли вернуться домой. Теперь им предстоит большая уборка. Наводить порядок помогают более полутора тысяч волонтёров со всей Италии. «Я видела много молодых людей, которые пытаются помочь. Люди приезжают из других регионов и хотят участвовать. Пострадавшие не падают духом и хотят всё восстановить. Это что-то невероятное. После таких катастроф и трагедий можно опустить руки, но мы наблюдаем совсем иное. И на уровне политики мы тоже должны соответствовать этому духу надежды». Сильно пострадало и сельское хозяйство. В частности, районы, где выращивают персики, киви, абрикосы, кукурузу и зерновые. Власти Италии обещают найти ресурсы на восстановление. Участники саммита «Большой семёрки» в Хиросиме также предложили свою помощь в разных формах. «Принцесса и лягушка». Сказка о них, написанная братьями Гримм, уже более 200 лет развлекает детей по всему миру. А недавно эти персонажи появились на пляже в Дании. Здесь проходит фестиваль песчаных скульптур «Хуныстед». В городе с одноимённым названием проживает всего около 8 тысяч человек. Мероприятие, которое впервые провели в 2012 году, привлекает много туристов. «У нас была идея провести мероприятие, которое должно привлечь людей в Хуныстед. Гавань медленно умирала. Мы хотели развивать туризм. А потом обнаружили, что скульптуры из песка стали бы хорошим способом. Многие захотели бы сюда приехать. В первый год к нам приехало 42 тысячи человек. Это был успех». Тема этого года – сказки. В целом создали более 20 творений. Среди них короли, принцессы, великаны и прочее. «Хорошо, что это не только Ганс Христиан Андерсон. Было бы просто сделать много персонажей из его известных сказок. Тут у нас очень особенные писатели, сказочники, о которых я на самом деле не знал. У нас есть истории из Гренландии, из Японии». Каждый год сюда съезжаются лучшие скульпторы по песку из Бельгии, Нидерландов, Италии, России и США. В этом году в мероприятии примут участие более десяти художников со всего мира. Большинство из них создадут по две скульптуры. «Нужно очень-очень хорошо работать с объёмными объектами. Кроме того, с таким материалом нужно работать очень быстро. Он не похож на бетон или камень, над которым можно трудиться годами. При работе с песком нужно обладать навыками, иначе он просто рухнет». Американский скульптор Сью из Сиэтла потратила на своё творение 10 дней. А вообще занимается таким творчеством с 18 лет. «Большинство людей в детстве играли на пляже и знакомы с песком давно. Нас тянет к нему природно. А когда умеешь делать удивительные монументальные скульптуры из чего-то такого простого, как песок, это просто потрясающе». Скульпторы закончат свои работы в ближайшие дни. При этом сами их творения должны простоять на пляже до октября. А это означает, что нужно использовать что-то более прочное, чем песок и вода. «Вместо пляжного песка мы используем песок, который добывают в карьере. Он очень мелкий, в нём много ила и глины. Мы насыпаем песок, смешиваем его с водой и прессуем в эти ящики. Без трамбовки это была бы просто куча песка, которую уносил бы ветер. По сути, мы создаём искусственный песчаник. И когда он высыхает на солнце, то становится твёрдым, как скала». Фестиваль песчаных скульптур продлится до 22 октября 2023 года. Ожидается, что его посетит более 70 тысяч человек. Каргызский посёлок Жиргалан уже семь лет привлекает туристов живописным горным ландшафтом. Здесь есть 16 гостевых домиков. В прошлом году в них отдохнули почти 8 тысяч путешественников. Местные жители хотят надолго сохранить привлекательность посёлка. И главное условие для этого – чистота. В Жиргалане только что открыли центр сбора и сортировки отходов. «Я всегда собирала отходы, которые можно сдать – стекло, пластик и полиэтилен. Я их собирала, затем отвозила на машине в каракол и сдавала в пункт сбора. Остальной мусор сжигала. То, что нельзя сжечь, выбрасывала на маленькую свалку. Теперь всё будет иначе». Рядом с домами по всему посёлку установили контейнеры для раздельного сбора мусора. Когда он накопится, его будут прессовать, а потом отвозить в соседнее село Аксу на завод по переработке вторсырья. Он работает более двух лет. Весь процесс начинается с сортировки. «Отделяется по цвету, по качеству, по грязности, состоянию его. Потому что он приходит то в масле, то в земле. Это всё разделяется, и каждый вид уже перерабатывается отдельно». На заводе перерабатывают только пластик. Металл и стекло отправляют на другие предприятия. Из пластика делают мешки для овощей, ящики, шланги и другие товары. За день перерабатывают до тонны отходов. Раздельный сбор и переработка мусора – это часть национальной программы «Устойчивый туризм и управление пластиковыми и пищевыми отходами». Её цель – сделать страну привлекательной для туристов. Ещё один важный проект – очистка озера Иссык-Куль. В нём участвуют дайверы-волонтёры. Они поднимают со дна рядом с пляжами кепки, шорты, банки и бутылки. «Это преобладает пластиковый вариант. То есть это пластиковые пакеты и пластиковые бутылки. Плюс проблема в том ещё, что наше население, наверное, играется, что ли, берёт, засыпает эти бутылки песком и бросает вот эти бутылки. Вообще невозможное дело поднимать, потому что неподъёмное это становится дело». За девять лет дайверы-добровольцы достали из озера 20 тонн отходов. Проект финансирует программа ООН по окружающей среде. Этот крупный железнодорожный проект на полуострове Юкатан в Мексике призван принести развитие в беднейшие районы страны. Он также отражает конфликт между человеком и природой, который проявляется всё более остро. Проблема вышла на первый план в преддверии Международного дня биологического разнообразия. Его отмечают 22 мая с 2001 года. Сегодня природозащитники пытаются спасти самые разные виды животных. Так, на Багамах в центре внимания – морская улитка, которая занимает главное место в рационе, экономике и самобытности островного народа. А в Сенегале чрезмерный вылов рыбы привёл к исчезновению белого морского окуня. Лорен Маккейн работает в организации «Защитники дикой природы США». «Мы очень плохо справляемся с защитой нашего биоразнообразия. Нам стоит измениться, и иначе у нас будут большие проблемы. И знаете, в основном это из-за людей. Мы отбираем среду обитания животных для строительства, для добычи нефти и газа, лесозаготовок. И мы будем от этого страдать». В декабре прошлого года в Канаде на Международной конференции по биоразнообразию договорились об эффективном сохранении трети суши, океанов и прибрежных вод мира. Но заменить деревья, которые росли десятилетиями, нелегко. «Биоразнообразие – это паутина жизни. Это не только животные, растения, деревья, но и очень тесные связи между ними. Это цельная и здоровая сеть, в которой трава кормит кроликов, а кролики кормят рысей». Во Всемирный день биоразнообразия обсуждают, как люди могут восстановить повреждённые места обитания, такие как мангровые заросли. При этом защитники природы говорят, что в эту дату не стоит впадать в уныние, поскольку много людей по всему миру прилагают большие усилия для спасения биоразнообразия. «В девятнадцатом и начале двадцатого столетия мы особо не задумывались об этом. Мы не знали, каковы будут долгосрочные последствия чрезмерной охоты, чрезмерного вылова рыбы и вырубки лесов. Но сегодня произошёл сдвиг в сознании, особенно среди молодых людей». В Великобритании родились два жеребёнка последнего в мире вида диких лошадей. Эти лошади Пржевальского делят 240 гектаров лугов в заповеднике к северу от Лондона. Один жеребёнок родился 13 апреля, 2 – 1 мая. Оба по-прежнему держатся рядом с мамами. Смотритель Рэйчел Мелвин присматривает за жеребятами с самого их рождения. Когда наступает время кормления, она звонит в колокольчик. «Мы знали, что кобылы беременны и долго этого ждали. А потом однажды днём Шарлотта родила жеребёнка прямо на глазах у публики. Это было действительно мило. Она справилась потрясающе. Она опытная мать. А затем, примерно две недели спустя, мы пришли однажды утром и обнаружили, что у нас родился второй жеребёнок. Она оказалась девочкой». Лошадь Пржевальского названа в честь исследователя Николая Пржевальского. Она отличается от современных домашних лошадей тем, что имеет 33 пары хромосом вместо 32. Рождение жеребят в заповеднике Уипснайт – часть европейской программы сохранения исчезающих видов. Когда-то лошадей Пржевальского признали вымершими в дикой природе. Однако позже здесь их успешно развели и снова вернули в степи Монголии. Это был совместный проект учёных Монголии и Лондонского зоологического общества. Сейчас в монгольских степях живёт почти тысяча диких лошадей Пржевальского. Благодаря этому статус вида в Красной книге изменили с критического до находящегося под угрозой исчезновения. В целом, программа реинтродукции действует в Монголии более 30 лет. «Когда лошадь голопом подбегает к тебе, то чувствуешь, что это у тебя в крови. В крови кочевой культуры. Ком подкатывает горло. Не могу это описать. Это действительно у нас в крови». Лошади остаются важным символом монгольской национальной идентичности. Они изображены на гербе, а также на логотипе национальной авиакомпании. Идея установить Олимпийский огонь на Эйфелевой башне в Париже вызвала разную реакцию у туристов. Недавно стало известно, что организаторы Летней Олимпиады 2024 рассматривают возможность разместить огонь на знаменитой достопримечательности. «Думаю, это круто. У нас, американцев нет ничего подобного. Так что сама башня для нас уже как факел. Это самое культовое место в Париже, о котором знают во всём мире. Так что Эйфелева башня – самое подходящее место». «Возможно, огонь должен быть рядом со стадионом. Но на Эйфелевой башне это смотрелось бы символично в глазах людей мира. Огонь на башне – это для туристов, а на стадионе – это уже для спорта». Работа над проектом по установке Олимпийского огня на Эйфелевой башне идёт два года. Однако разместить факел на самой вершине конструкции не получится. Там уже есть антенна и громоотвод. Пока неизвестно, останется ли факел на башне на всё время Олимпиады. Впрочем, и с местом размещения Олимпийского огня пока точно не определились. Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа. Это будут 33-е летние Олимпийские игры. На соревнованиях представят 32 вида спорта. 28 из них основные, а 4 – дополнительные. Это брейк-данс, спортивные скалолазания, скейтбординг и сёрфинг. Почти 80 лет австралиец Клифф Байфелд занимается любимым делом – перестраивает классические автомобили. За эти годы создал 15 уникальных творений и стал местной легендой. Сейчас мастеру 100 лет, и он по-прежнему каждый день проводит за работой. «Это заставляет меня двигаться вперёд. Завтра утром мне нужно встать, потому что у меня есть работа, которую нужно выполнить». До Второй мировой войны Клифф работал в кузовной мастерской. Потом поступил на службу военно-воздушные силы. Когда война закончилась, вернулся в Перд и завершил обучение кузовному делу. Вскоре открыл автомастерскую. В 50-х годах переделал первый автомобиль. Клифф перестраивал гоночные и обычные дорожные автомобили. Причём спортивные машины участвовали в соревнованиях. Мастер сам продумывал экстерьер кузова, варил раму, собирал шасси и даже шил чехлы для сидений. «Мне нравятся результаты моих трудов. И надеюсь, другие их тоже оценят. Не потому, что мне нужна слава. Просто я хочу, чтобы созданное мною радовало людей». Сейчас творения Клиффа хранятся в частных коллекциях и автомобильном музее Западной Австралии. «Он работает над автомобилями в маленькой мастерской. У него нет такой роскоши, как большая производственная база. Просто невероятно, что он многого достиг». Недавно Автомобильный музей Западной Австралии организовал праздник в честь юбилея мастера. Ну а для Клиффа сто лет – просто цифра. Он надеется ещё многое успеть.